Иеремия 6 глава 16 стих 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 В нашей молитве, чтобы нам быть похожими по внутреннему состоянию на самого Бога, это благодарение в молитве. Бог очень благодарная личность. И благодарение в молитве – это не что иное, как выражение или раскрытие благодарного сердца перед Богом. И, конечно же, антоним или же противоположное слово «благодарение» – это неблагодарность. Итак, давайте молитвенно обратимся к материалам в формате 12 базовых учений и продолжим рассматривать четыре важные составляющие древнего пути добра, которые включают первое – 12 драгоценных оснований стены Нового Иерусалима, которые являются определением святости истины. Второе – 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима, как цена святости истины. Третье – 12 драгоценных камней на судном наперсники, как назначение святости истины. И четвертое – древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой. Это как результат и плод святости истины. Итак, у нас есть определение, цена, назначение и плод святости истины. И мы продолжаем рассматривать урок номер четвертый. И давайте сразу начнем с вопроса первого. Нам эти вопросы хорошо уже известны, но мы их напомним и вспомним, чтобы утвердиться и укорениться в них. Итак, дать определение и назначение драгоценному камню и имени апостола Иакова Завидеева, нареченного в Анаргес, написанного на четвертом основании Иерусалима. Ну, раз четвертый урок, значит, будем рассматривать четвертое основание, четвертое – жемчужные ворота, четвертый – камень на драгоценном наперсники и, разумеется, древо жизни, которое дает плод в четвертый месяц. Все эти четыре характеристики мы рассмотрим. Ну, начинаем с четвертого основания. Итак, 12 оснований стены Нового Иерусалима, выполненные в достоинстве 12 драгоценных камней, они призваны служить начальствующим основаниям нашего спасения, функции которых призваны приводить нас к совершенству. Откровение 21.19. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание четвертое – сморакт. Мы знаем, что сморакт – это изумруд, драгоценный камень прекрасного зеленого цвета. И помимо того, что сморакт встречается в четвертом основании Нового Иерусалима, он также встречается и в радуге, которая была вокруг престола сидящего. Откровение 4.3. Сидящий на престоле был видом подобен камню Яспису и Сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная сморакту. Также сморакт и изумруд входят в состав 12 драгоценных камней на судном наперстнике Преосвященника. И учитывая, что через судный наперстник посредством Урима и Тумима Бог разговаривал с человеком, то под функцией четвертого основания стены Нового Иерусалима, представленного вот в этом драгоценном камне сморакт, подразумевается голос крови Завета, о которой сказано «Вы приступили к краплению, говорящей лучше, нежели Авелева». Евреям 12.24. То есть мы видим, что кровь Иисуса Христа, она не только выливалась под ножи и лежит в основании, она имеет очень сильный голос. Эта кровь также находит свое тено, как мы выше говорили, в радуге, которая была вокруг престола Божия. И это очень важно знать. То есть мы же говорим о молитве, то есть как нам приходить и молиться к Богу. Молиться к Богу – это не просто говорить «Господь, я благодарю тебя за кровь Иисуса Христа, которая была пролита за меня». Бог хочет также увидеть ее и в радуге, Он также хочет и услышать голос этой крови, которая говорит во мне и которая осуждает грех и, разумеется, осуждает производителя греха. И кровь, которая говорит и показывает постоянно на крест. Потому что когда мы начинаем злоупотреблять кровью, а злоупотреблять кровью можно тогда, когда мы берем крест, отделяем от крови, тогда кровь начинает говорить с нами очень строгим голосом, предупреждая нас. И она говорит, что у меня голос лучше, нежели голос Авеля, который по сей день вопиет. Поэтому когда кровь говорит, она говорит, никогда не отрывай меня от креста Христова, я кровь, которая была пролита со креста. Однако для дополнительной понимания сути драгоценного смарагда нам следует рассмотреть и вспомнить имя апостола, которым нарекается это четвертое основание. А имя апостола, как мы с вами слышали, это было Иоанн Завидеев в Анаргес. Марка 3 глава 14, 17 стих. «И поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. Иакова Завидеева и Иоанна, брата Иакова, нарекшие им имена Ванаргес, то есть сыны Громовой». Итак, имя Ваанаргес означает «сыны Грома», правозвестники гнева Божьего, исполнители гнева Божьего, выразители ревности Божьей, сыны Божественного огня, в то время как его имя Иоанн обозначает «Яхве милостив». И имя отца Иоанна Завидей обозначает «Господь дарует» или «Жедар Божий». И мы с вами помним очень важное смысловое значение этих трех имен, которые присутствуют в четвертом основании стены Нового Иерусалима, которые означают «Конечно же, Бог будет являть свою милость даром по своей благодати, но только в достоинстве своей пламенеющей и всепожирающей ревности». Хорошее, законченное, правильное библейское предложение. Евреям 10 глава 28-29. «Если отвергшиеся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то скольких чащему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божий и не почитает за святыню кровь Завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет». Оказывается, можно неправильно относиться к крови и оскорбить Духа благодати, Духа Святого. Мы знаем, что эту личность категорически запрещено оскорблять. Не потому, что он обидчивый, а потому, что когда его оскорбляют, отец и сын приходят на защиту этой личности. Итак, вопрос второй. Перейдем ко второму вопросу. От основания перейдем к жемчужным воротам, к четвертым жемчужным воротам. Дать определение назначения имени патриарха Иосифа, написанного на четвертых жемчужных воротах Иерусалима. Давайте еще раз вспомним, что 12 жемчужных ворот Нового Иерусалима призваны служить свидетельством нашего пребывания в напастях Христовых, функции которых призваны быть ключом, открывающим путь к древу жизни, который обуславливает в нашем сердце Царство Небесное. Царство Небесное находится в нашем сердце, но это Царство Небесное может быть не распечатано, не открыто. Почему? Потому что оно открывается через жемчужные ворота. То есть Господь хотел нас также встретить не только в основании, но также в жемчужных воротах, в своих напастях и в своих страданиях. И прежде чем встретиться в своих страданиях, Он хотел, чтобы мы четко поняли и помнили отличие нашего креста от креста Христова, чтобы нам не играть роль умирающего Христа. Итак, отличие нашего креста от креста Христова. Иисус добровольно отдавал свою жизнь, в то время как мы призваны добровольно отвергнуть и потерять свою собственную жизнь. Иисус терял своего Отца, в то время как мы обретаем общение с Отцом. Иисус потерпел позор, поругание и нищету, в то время как мы, напротив, получаем возможность обогатиться всем тем, чем обнищал ради нас Христос. Иисус страдал за наши грехи. В то время как мы, в несении креста своего, страдаем за истину. Иисус уничтожил Себя Самого, приняв образ раба, соделавшись подобным человеком. В то время как мы теряем образ тленного человека и обретаем образ Сына Божьего. И мы знаем, как мы это делаем. Нам необходимо обновиться в духом ума, но прежде чем обновиться, нам необходимо оставить ветхого человека, потом обновиться в духом ума и только потом облечься в нового человека. Казалось бы, какая красивая фраза, ее можно было взять и написать на плакате, но вот уже сколько, не знаю, месяцев, лет уже пастырь проповедует, чтобы эту вот истину понять, что в то время как мы, теряя образ тленного человека, обретаем образ Сына Божьего. Какое здесь громадное вероучение. Ну, мы свидетели этому. Далее, Иисус утратил и потерял всякую силу и полномочия, в то время как мы обретаем силу Божию в несении Креста Христова, или же в несении своего Креста за Крестом Христовым. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых сила Божия. 1 Коринфянам 1, 18. И какую цену нам необходимо заплатить, чтобы получить право нести свой крест за Крестом Христовым? Надо быть живой жертвой. И мы знаем, что в Новом Иерусалиме образ живой жертвы представлен в 12 жемчужных воротах, которые являются ключом к древу жизни. И теперь нам необходимо рассмотреть имена 12 колен Сынов Израилевых, написанных на жемчужных воротах, которые обуславливают конкретные принципы, на основании которых нам следует сработать в несении своего Креста с Крестом Христовым. То есть нам будут помогать конкретные имена, конкретные личности будут подходить и учить нас, помогать нам. У Бога, как мы слышали, все живое на небесах. У Него живой престол, у Него живые здания, у Него живые улицы, у Него живая река, у Него живой светильник, у Него живой свет, у Него живая праведность, у Него все живое. И это живое не просто минеральная жизнь. У нас на земле существует минеральная жизнь, душевная жизнь, духовная жизнь, а там это все духовная жизнь, которая представлена в конкретных людях. Представьте, в конкретных людях, в конкретном человеке Иисусе Христе, в Сыне Божьем. У Бога все на небесах будет персонафицированное. Итак, мы знаем, что на воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых. И последовательность этих имен, колен сынов Израилевых, написанных на жемчужных воротах, представленных в книге пророка Изитиля, Изитиля, 48, 31, 35. И давайте вспомним и найдем то имя, которое мы проходим. В этих четвертых жемчужных воротах, и вот оно написано здесь, Изития, 48, 32. И с восточной стороны трое ворот. Ворота Иосифа, вы одни, ворота Вениаминовы одни, ворота Дановы одни, а имя гордостого дня будет Господь там. То есть Господь вселится туда. И под этим гордом опять подразумевается наше сердце. То есть мы опять рассматриваем все это в нашем сердце. Мы видим, что в последнее время, то есть все сосредоточено вокруг сердца человеческого. И я заметил, что, как я сам, так же и святые в нашем служении, в нашем движении перестали показывать пальцем. О, нечестивый, о, душевный, о, немудрый, о, мудрый, неблагословенный, благословенный. Мы все это начинаем видеть в одном человеке. Это человек я, это человек вы. И поэтому вот этот город, в который Господь вселится, Господь там, это наше сердце, в котором он хочет жить. Но он вселится туда, если только у нас будут как раз вот эти вот ворота, на которых написаны имена патриархов. И четвертым именем, написанным на жемчужных воротах, представленных на восточной стороне, является имя Иосиф. Он на самом деле был одиннадцатый сын Иакова, и имя которого обозначает «Бог прибавит еще детей». Бытие 30, 22, 24. «И вспомнил Бога Рахири и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачеряла и родила сына, и сказала, «Снял Бог позор мой». И нарекла ему имя Иосиф, сказав, «Господь даст мне и другого сына». Поэтому, исходя из значения имени Иосиф, написанного на четвертых жемчужных воротах, следует, что принцип, на основании которого нам следует соработать, внесение своего креста с крестом Христовым, является наша способность расширяться в боди, в напастях и страданиях Христовых. Мы знаем, что Господь был с Иосифом и дал ему способность расширяться в боди, в страданиях Христовых и простер к нему свою милость, даровал ему благоволение в темнице, откуда он зашел на престол. Иисус это выразил следующими словами. Луки 22, 28, 30. «Но вы», здесь уже он не просто говорит, Иосифа называет, а он в Иосифа помещает и нас, «но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещаю вам, как завещал мне Отец мой царство, да идите и пьете за трапезой моей в царстве моем и сядете на престоле судить двенадцать колен Израилевых». Луки 22, 28, 30. Но это очень коротко, что мы можем сегодня услышать об жемчужных воротах, на которых было написано имя патриарха Иосифа. Итак, вопрос третий. «Дать определение назначения драгоценному камню и имени патриарха и улды, написанных на четвертом камне судного наперсника». То есть мы затронули основание, ворота, и вот уже подошли близко к сердцу. Это очень важный аспект. Сердце. Что же Писание говорит о наперснике, о нашем сердце? Исход 28, 29. «И будет носить Арон имена сынов Израилевых на наперснике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти перед Господом». Мы неоднократно слышали, что судно-наперсник – это предмет постоянной памяти перед Богом, который определяет истинного поклонника в ранге царственного священства и служит эталоном поклонения в Духе и истине и эталоном постоянной молитвы. И 12 золотых гнезд судного наперсника – это образ суда Божьего в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть это слово, о котором апостол Павел говорил, что оно «всякого принятия достойно». То есть нельзя ни убавлять от него, ни прибавлять к нему. Это не материал для фантазий. В то время как 12 драгоценных камней с вырезанными на них, как на печати именами сынов Израилевых – это уже формат нашей постоянной молитвы, представляющей совершенные суды Бога в этих золотых гнездах. Итак, четвертое свойство поклонника на судно-наперснике нашего сердца выражено в достоинстве драгоценного камня Карбон-Кул. Имя, которое было написано, как мы знаем, на этом прекрасном драгоценном камне Карбон-Кул, это было имя Иуды. И его имя обозначает восхваление Яхвы или хвала Яхвы. Давайте прочитаем об Иуде, Бытие 29, 35. «И еще зачала Лея, и родила, и сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа, посему и нарекла ему имя Иуда». Мы знаем, что камень Карбон-Кул, на котором было написано имя Патриарха Иуды, обозначает тлеющий уголек или подобный пламени. То есть вы видите, как много пламени здесь? То братья Ванергес предстают в виде пламени, в пламенеющей ревности, то здесь мы встречаем опять пламя. То есть во всех этих составляющих присутствует пламень Божественной Святости. То есть мы видим, что Слово Божие не обделяет Бога в вопросе святости. То есть она не торгуется святостью. Это проповедники торгуются святостью. Бог не торгует за святостью. Пророки Божии и апостолы, они никогда не торгуются святостью Божьей. Они могут на некоторые вещи закрыть глаза свои там где-то, но когда вопрос заходит о святости Божьей, торгов в этой области не должно и никогда не существует. А имя Бога, которое выражалось в этом драгонсценном камне Карбон-Кул, обозначает Элуах, что на переводе на русский язык означает «почитаемый». То есть, когда мы слышим слово Карбон-Кул, евреи понимают, что ты говоришь о какой-то почитаемости, кого-то ты хочешь почитать, потому что этот камень выражает почтение кому-то. И это почтение выражает себя, конечно же, в хвале. Поэтому четвертый принцип судного наперстника – это постоянно почитать Бога в восхвалении его имени Яхве в сфере завета крови, в котором мы получаем его оправдание. Почитать Бога в его восхвалении. Камень Карбон-Кул, на котором написано имя Иуда. И мы знаем, что термин «хвала», раз мы говорим об Иуде, вспомним очень богатую семантику, которая находится в этом слове. Слово «хвалить» – это перечислять имена и титулы Бога, перечислять совершенные дела Бога, благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом, оставаться и не покидать свое место. Вот здесь уже молчаливая хвала. Там надо было что-то говорить, что-то вспоминать, где-то там что-то доставать. А здесь просто оставаться и не покидать свое место. Просто безмолвное, тихое поклонение. Вот вы сейчас что делаете, святые? Вы сейчас поклоняетесь Богу. Почему? Потому что вы не остались, не покинулись свое место. Мы, может, его там не знаем, но сейчас идет поклонение. И ангелы очень ценят Бог, это очень ценят. Мы, может быть, этого не понимаем, но судя из этого конспекта, можно судить, что это является частью хвалы. Оставаться и не покидать свое место. Быть верным своему призванию. Тоже молчаливое поклонение, молчаливая хвала. Изучать и восполнять желания Бога. Тоже молчаливая хвала. Доверять Богу и уповать на Бога. Опять же молчаливая хвала. Один мне сказал, ты говоришь, можешь очень громко молчать. Я сижу, молчу. Он говорит, ты так громко молчишь, лучше что-нибудь скажи. Вот мы видим, здесь присутствует молчаливая хвала. Можно молчать, но своим молчанием очень много говорить. И мы знаем, что только праведным прилично вот так хвалить Бога. И молитва, в которой человек не может представить Богу доказательства своего оправдания, не может служить перед Богом постоянной памятью и давать Богу возможность действовать и проявлять себя на планете Земля. Псалом 32, 1. Радуйтесь, праведные, а Господи правым прилично словословить. То есть мы видим, что только правые, праведные, могут прилично словословить. Это очень важно, святые. И какое слово входит в слово приличный? Приличный – это правовой, подобающий, достойный. Псалом 146, 1. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Подобающая хвала – это, или же подобающий, это отвечающий требованиям святости Божьей, отделенный от зла, непричастный к непокорности, поставивший себя в зависимость от откровений Божьих, молящихся в соответствии требований и времени, вопиющий о помощи к Богу, понравившийся Богу. И наше поклонение не будет соответствовать хвале подобающей, если мы, конечно, не будем научены уставам хвалы. Всему этому можно научиться. Всему этому можно научиться. Только в статусе ученика. Псалом 118, 171, 172. Уста мои принесут хвалу. Когда? Только тогда, когда ты с большой буквы. Когда ты с большой буквы. Ты с большой буквы – это туда входят те люди, которых Бог поставил. Когда будет написано, когда ты, и будет с маленькой буквы, тогда это самозванец. Но здесь мы видим слово «ты». Это те «ты», о которых Иисус сказал, когда находился в присутствии их. Он говорит, «Мир вам! Как послал меня отец, так я посылаю вас». Дунул на них и сказал, «Теперь примите Духа Святого и запомните следующее. Все те, кому вы простите грехи, тому прощу и я. И на ком вы оставите грехи, на том эти грехи останутся вечно. А теперь идите». Не понял. Он что, из учеников своих сделал богов? Иисуса распялись за то, что Он делал себя равным Богу. Они говорят, «Перестань себя делать равным Богу». А Он не почитал хищение, будучи образом Божиим, делая себя равным Богу. Но мы знаем, Он смирил себя, но Он говорил, что Он Сын Божий. И Его за это распяли. Царь Иудейский, Сын Божий. Его распяли за что? Он назвался Сыном Божьим. И теперь Он говорит своим посланникам, «Вы обвлекаетесь статус богов? Теперь, если вы простите людям грехи, они будут прощены. Если нет, они вечно останутся на этих людях». Апостолы? «Вы что, боги?» Вот почему апостолов и сегодня ненавидят, и убивают. Если бы эти люди, которые сегодня ненавидят посланников Божьих, мы даже понимаем, что если бы они жили во времена Иисуса Христа, они бы были среди не просто той толпы, которая кричала, «Распни его!» «Распни его!» А среди тех, которые подстрекали толпу и говорят, «Кричите, кричите!» «Распни его!» Вот эти подстрекатели, они очень плохо закончат. У них очень плохое будущее. Те, которые кричали, будучи подстрекаемые, их вопрос под вопросом, их вечность под вопросом. Ну, есть еще надежда. Поэтому хвалению необходимо быть наученным. И быть наученным, включая в себя 7 таких характеристик. Научишь меня, то есть пошлешь учителя и наставника. Учиться быть учеником в соответствии твоих уставов. Научаться от уставов платить цену за ученичество. Быть приученным действовать в пределах твоих уставов. Быть наставленным на путь уставов твоих. Быть приготовленным к исполнению уставов. Быть облегченным восхвалять уставы. То есть быть учеником. И, конечно же, быть учеником, это касается не только, как мы говорим, рядовых членов церкви. Это то, которые сидят. Оно касается, в первую очередь, тех, которые говорят. Оно касается, в первую очередь, таких людей, как я, которые помогают пастырю. Это очень важно, потому что мы не можем хвалить, если мы не будем научены хвале. А быть научным, это, во-первых, как мы слышали, это быть учеником и платить цену за ученичество. В последний вторник, Саша как раз говорил, о вот этих вот псах или же помощниках пастыря, которые, названные сай, немые псы, немогущие лаять, бредящие лежа и любящие спать. И он говорит, почему такие люди существуют? Почему есть такие люди? Потому что эти люди имеют следующие характеристики. Как они такими стали? Писание говорит, это псы, жадные душой, не знающие сытости, это пастыри, бессмысленные. Слово пастыри, здесь говорится о людях, которые помогают пастырю, ну, в ранге пресвитеров, пастырей и лидеров. Они все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего, на свою собственную корость. Поэтому человек должен знать, что если он является пресвитером, лидером ячейки, или же пастырем, или же какой-то другой титул, ему дали пророк Божий, евангелист, учитель, разницы нету, он все равно должен платить цену ученичества. Вот почему Господь обращается к ним и говорит, вы немые псы. Почему? Немые псы – это люди, которые говорят свои собственные откровения, свои собственные мысли. О них Писание говорит, Исаия говорит, вы немые псы, вы не можете лаять. Вот что сейчас я делаю? Вы скажете, ты читаешь конспекты пастыр Аркадия. Правильно. По Писанию сейчас Господь говорит, молодец, ты хороший пес, ты лаешь. Потому что мы знаем, что у пастуха, у пастыря всегда есть паства, есть стадо, и он всегда имеет при себе определенных псов, которые помогают ему. Может быть, грубое сравнение, кому-то не нравится, я в любом сравнении, в любой картине могу увидеть красоту, но мы должны понимать, что у любого пастыря, у любого пастуха есть определенные псы, на которых он рассчитывает, и которые помогают ему пасти паству. И если эти пастухи, каждый смотрит на свою собственную дорогу, на свои собственные откровения, на свои собственные учения, потому что у них есть своя собственная корость, то Писание говорит, вы не мои псы. Ну как не мои псы? Я могу очень красночариво рассказать, Дух Святой мне показал, Дух Святой мне показал, очень могу все красиво сложить, точно так прочитать конспекты, но только мои конспекты. И Писание говорит, нет, ты не мой пес, ты не мой пес, и ты не можешь лаять. Вы знаете, когда мы подходим к дому, например, я вот часто захожу в незнакомые дома, то есть клиентам, и стучусь в дверь, и очень часто слышу, вуф, у меня такая приходит трезвость, я сразу понимаю, кто я, кто там, что я могу делать, чего я не могу делать, где я могу ходить, где я не могу ходить, что больше стучать не надо, просто одно, вуф, когда тяф-тяф-тяф-тяф-тяф-тяф, ну когда вуф, я сразу делаю шаг назад, потому что знаю, когда дверь откроется, оно вот такое вот выйдет, может быть двухметровое, начнет тебя облизывать, а может быть не будет облизывать, может быть и укусит, поэтому очень важно знать, чтобы вот это вуф было очень сильное, поэтому необходимо быть научным. Ну это то, что касается очень коротко, будем говорить о хвалы, то, что касается судного наперстника. Давайте перейдем к вопросу номер 4. Дать определение и назначение четвертому плоду древа жизни, дающему на каждый месяц плод свой. Мы знаем, что древо жизни, 12 раз проносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, это образ плодов воскресения, которые содержатся в наследии крови Христовой. В Израиле 17-й день, четвертого месяца Томуза, соблюдался пост в память о разбитии скрижалий Завета, которые, как мы знаем, олицетворяли правду Божию. Скрижалий Завета – это правда Божия, и когда эта правда Божия была разбита Моисеем, все. Это был день поста. То есть весь Израиль постился. И в Израиле дни поста считались днями демонстрации печали. Но все-таки Бог посредством введения в действие закона благодати намерен был в корне изменить содержание атмосферы поста с печали на торжество и радость. Почему? Потому что Он дал через того же Моисея, через того же Моисея другие скрижали, которые имели то же самое содержание. Давайте посмотрим, где этот пост и эта печаль меняются на радость. То есть мы видим здесь сразу двое скрижалей. Скрижали, которые были разбиты, и скрижали, которые были вновь данные. Захария 8, 18-19. «И было ко мне слово Господа Саваофа». Так говорит Господь Саваоф. Пост 4-го месяца, и пост 5-го, и пост 7-го, и пост 10-го. Я нам спросил, почему так много постов? Пост 8-го, подожди, мы об этом будем говорить. Было очень много вещей, которые совершались, и где считались эти дни поста демонстрациями сильной печали. Но во всех этих печалях, благодаря того, что мы положили твердое основание, благодаря того, что мы решили войти через жемчужные ворота, благодаря того, что мы нашли этот драгоценный камень в своем сердце, Бог меняет все эти печали на радость. Но сегодня многие святые, ну, если так можно сказать, иногда я легко так бросаюсь фразами, сегодня многие верующие, опять, сегодня многие люди не имеют этой радости. Почему? Они остаются в печали. Почему? Потому что, чтобы прийти к радости, к откровению 4-го плода, древа жизни, необходимо было положить основание, взойти через жемчужные ворота и получить на сердце 4-й драгоценный камень. На котором будет хвала Богу воздаваться. Поэтому здесь Захария говорит, что я меняю пост с печали на радость. Также Иисус сказал, также, когда поститесь, не будьте унылок, как лицемеры. Обратите внимание, он тоже в пост вводит элемент радости. Ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. «А ты, когда постишься, помашь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не перед людьми, но перед отцом твоим, который в тайне, и отец твой в тайне, видящий тайное, воздаст тебе явно». То есть мы видим, что вот это умой лицо твое, помашь голову твою, это ведь не было сделано для людей. Казалось бы, ну хорошо, Господь, я вот умою лицо, помажусь, буду улыбаться, ходить, а потом зайду и буду орать и кричать в твоем присутствии. Он говорит, нет, нет, ты это делаешь не для них, мне все равно, что ты делаешь для них. Вот фарисеи принимали печальные и унылые лица, а вот ты помашь голову и умываешь лицо ради моего небесного Отца. Когда зайдешь ты в Его присутствие, несмотря на то, что это был пост, но ты должен представлять элемент радости. Вот здесь вот мы должны видеть эту сторону красоты. Итак, нам необходимо рассмотреть четыре классические вопроса, говоря о разбитых скрижалях. Разбитые скрижали – это правда Божия, которая была разбита за нас. И мы с вами начали рассматривать четыре вопроса. Пастырь рассматривает четыре вопроса. Первый вопрос – это какова природа и суть правды, из какого источника исходит правда, какими характеристики Писание наделяет слово правда, оправдание, праведность и праведность. Это первый вопрос. Второй вопрос, на котором сегодня остановился пастырь, но к которому мы дойдем очень скоро, это какое назначение призвано исполнять оправдание. Третий вопрос, какие условия и требования необходимо выполнить, чтобы принять оправдание и облечься в праведность. И четвертое, которое нас ожидает в будущем, пока тем результатом следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, приносящим плод четвертого месяца, обусловленного плодом правды Божьей. Доказательства. Итак, мы все-таки будем подводить уже к итогу этот первый вопрос. Какова природная суть правды? Из какого источника исходит? И какими характеристиками Писание наделяет слово «правда, оправдание, праведность» и «праведность»? Мы знаем, что этимология, или же смысловое значение этих слов «правда, оправдание, праведность» на иврите содержит весьма богатую смысловую оттенками семантику, так как в итоге раскрывает, кем является Бог, что сделал для нас Бог, и что Он же делает нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. И если очень коротко, то «правда» — это святость, закон и истина. «Оправдание» — это вечное искупление, упразднение вины и усыновления. «Праведный» — это святое, непорочное, невинное. И «праведность» — это явление и показания святости в праведности. То есть они нам не только были даны эти четыре слова, но они также были поставлены в божественном порядке. И, как мы с вами говорили, если бы меня, например, спросили, «Вот ты христианин, ты сможешь, пожалуйста, мне в двух, трех, максимум в четырех словах сказать учение христиан?» Я говорю, «Да». Правда, оправдание, праведный, праведность. Они бы сказали, «Я не понял, это одинаковые слова». Нет, у них одинаковый корень, но слова разные. Правда представлена в лице Иисуса Христа, которая была разбита. И когда эта правда была разбита, умерла и воскресла, мне было дано привилегие через веру получить оправдание. Получив оправдание, я стал праведником. И, став праведником, Господь требует от меня творить дела праведности. Поэтому, если мы заглянем в гости к религиозному аскетизму, то она скажет, или же религиозный аскетизм скажет, что неправильно, очень много слов и в неправильном порядке. Да, оправдывается Иисуса Христа, но второе, какое оправдание? Ты должен творить добрые, праведные дела, чтобы потом быть праведным. Мы говорим, а куда слово оправдание? Твори добрые дела, постись, молись и будешь праведным. Хорошо, тогда мы приходим в гости к религиозной вседозвольности, которая говорит, о, слушай, ты все правильно расставил? Я согласен с тобой, правда, оправдание праведное. Ну вот она не поняла, а зачем нужна праведность? Зачем творить дела правды? Ведь Он все сделал. Таким образом, мы видим, что они обе не соответствуют написанному Слову Божьему, как религиозный эскетизм, так же и религиозная вседозвольность. Они полностью искажают учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Поэтому, чтобы не искажать, вот нам представлено четыре слова в их божественном порядке. Правда, оправдание праведной праведности. И мы знаем, что все эти термины легитимны и законны в отношении человека, и их можно рассматривать по отношению себя только в служении оправдания, которое зиждется и утверждается на законе благодати и противоставляется служению осаждению. То есть только в служении оправдания не каждое служение имеет в себе служение оправдания, не каждая церковь несет в себе служение оправдания. Вот мы посмотрим, какое служение несет в себе служение оправдания. И то собрание служений, и тот человек, который несет служение оправдания, то он имеет право на эти четыре слова. Правда, оправдание, праведность и праведность. Второе, Калифинам, третья глава, 6-11 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Оказывается, что чтобы быть служителем Нового Завета в христианской церкви необходимо получить какую-то уникальную способность. Ее не дают в колледже, в университете, ее не могут как-то передать. Писание говорит, что Бог, Он, Он, Он дал нам способность, уникальную какую-то способность быть служителями Нового Завета, а не буквы, но Духа, потому что Буква убивает, а Дух Животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанным на камнях, было так славно, что сыны Израиля, вы не могли смотреть на лице Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть служение Духа. Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славу служение оправданием. То прославленное даже не оказывается славным сей стороны по причине преимущественной славы последующего. Ибо если приходящая славно, то тем более славно пребывающая. Если апостол Павел так проповедовал, вау, как его могла церковь понимать, какое богатство. Я не знаю, если бы мне сказали, почитай, сиди, читай конспекты апостола Павла, я бы столкнулся с той же проблемой, с которой встречаюсь, когда читаю конспекты брата Аркадия. Просто, чтобы прочитать конспект, чтобы просто святые мне сесть и прочитать, приготовить конспект. Я должен его прочитать туда-сюда несколько раз и оставить. Потом снова взять, прочитать туда просто, чтобы прийти на собрание и прочитать конспект. Вот я сейчас прочитал послание апостола Павла. Какое богатство. Итак, мы здесь находим, что служение оправдания может быть только там, где есть служители Нового Завета. Служители Нового Завета это, конечно же, в первую очередь, те люди, которых Бог послал. Это те люди, которым Он сказал, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. И как определить этих людей? Вычислить очень легко. Эти люди будут говорить, что Бог послал нас и дал нам Духа Святого, и сказал, кому простите, тому будет проще, на ком оставите, на том будет оставлено. И все вокруг должны обязательно ополчиться. Он себя делает Богом. На Христа сказали, ты делаешь себя Сыном Божьим. Смерть Его, убить Его, богохульник. И, конечно же, на этих людей будут говорить богохульники. Почему? Им просто надо сказать будет фразу, которую Иисус сказал посланникам своим, когда по воскресеньям своим вошел, Дун, он сказал, примите Духа Святого, и я передаю вам власть, делегирую вас. Поэтому мы должны понимать, что служение оправдания может существовать и быть только там, где люди имеют уникальную способность от Духа Святого быть служителями Нового Завета. И, конечно же, когда мы пребываем в таком служении, где есть люди, способные быть служителями Нового Завета, то эти служители вместе с Духом Святым имеют способность записать законы Божьи в наши мысли и в наши сердца, которые называются Новым Заветом. Еврея 8, 8-10. Но пророк Укоряй говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. Не такой Завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской, потому что они не пребывали в том Завете. И я пренебрёг, говорит Господь. Вот Завет, который завещает Дому Израилю после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. Вот, пожалуйста, служение оправдания. Служение оправдания, оно подразумевает людей, которые являются служителями Нового Завета. И служители Нового Завета – это те люди, которые имеют ответственность перед Богом вложить Новый Завет в мысли и в сердца святых. Если Бог вдунул в Адама, и он стал духом, или же душою живою, то для того, чтобы стать духом живым, Христос должен был дунуть не в нас, он не будет дуть в меня. Он должен дунуть своего посланника, и потом скажет посланнику, теперь ты иди и возьми это вероучение и вдуй в лицо тех святых, которые будут идти за тобою. Потому что за мной все побегут, он говорит. Если я приду, все побегут. Все. А что, если я поставлю человека, который будет полностью похож на меня, и скажу, я на время отлучусь? И этот человек будет представлять мои интересы. Вот этих людей будут пренебрегать, унижать, бить, убивать и так далее. Как это поступали в те времена, так и делают и сегодня. Но мы должны понимать, что главная цель назначения этих людей, будучи обличенными, это записать законы в наши мысли. А прежде чем записывать, мы должны опять же помнить слово. Правда, оправдание, праведник, праведность. Итак, мы с вами уже рассмотрели правду Божию как очень сложную программу, которая сошла с небес. Очень сложная программа. Далее мы рассмотрели правду Божию, которая была явлена в программном устройстве, то есть в сердце человека. То есть очень сложное программное устройство, которое рассчитано на очень сложную программу, шедшую с небес в лице Иисуса Христа. Мы с вами также говорили о правде Божьей, как о программе Божьей, которая пришла в программное устройство в сердце человека. Что она с ним совершила? А сегодня мы рассмотрим следующий аспект. В определении правды Божьей, который содержится в разбитых скрижалях завета, который звучит в виде вопроса. По каким характеристикам следует определять праведного человека? Давайте посмотрим на эти характеристики. По каким характеристикам следует определять праведного человека? То есть мы будем проверять себя. Я проверяю себя, и мы каждый сам себя. Итак, праведного человека следует определять и испытывать по доказательству его рождения от слова истины. И очень обязательно по делам правды, которые подтверждают его рождение по вере во Христа Иисуса в Боге, Богом и от Бога. 1 Иоанна 2, 29. Если вы знаете, что он праведник, знайте и то, что всякий, делающий правду, рожден от него. То есть если мы полагаем, что рожденный от Бога является чадом Бога, но в то же самое время не творит правды Божьей, или же не может отличать дел правды от дел неправды, то вот такое сыновство находится под очень большим вопросом. Апостол Иоанн говорит, что рожденный от Бога знает правду, делает правду. А я рожденный от Бога, и не знаю правду, и не делаю правду. Иоанн говорит, тогда твой вопрос о рождении от Бога, рождении свыше, становится под большим вопросом. А я говорю на их языках. Он говорит, я повторяю, твой вопрос о рождении ставится уже под очень критический вариант, потому что мне кажется, твое спасение и рождение свыше потеряно. Почему? Потому что необходимо быть рожденным от Бога и знать и творить дела правды. И поэтому давайте посмотрим, какие дела правды необходимо творить. Очень много дел существует, о них проповедуют сейчас пастыри, но давайте запомним два главных основных дела, которые очень легко запомнить. Мы их вспомним. Первое. Что мы должны знать о правде Божьей? Потому что правда Божия, через которую мы получили рождение свыше, мы должны ее знать и в ней пребывать. И оно подразумевает, ну, не знание, если мы не можем привести 10, 20, 30 аспектов, но хотя бы два краеугольных аспекта, которые нам покажут, что мы знаем о правде Божьей, должны присутствовать в нашем вероучении, в моей голове и в моем сердце. Эти два аспекта должны присутствовать. И будем говорить, что давайте сейчас мы послушаем эти два аспекта и зарубим у себя их на носу. Первое, что мы должны знать. Мы должны знать, что святость Бога в делах правды выражается не только в непричастности ко всякому виду беззакония, но и в осуждении всякого вида беззакония. Итак, мы здесь встречаемся, мы должны знать, что святость Бога и правда, она не только непричастна, она осуждает всякое беззаконие. То есть зарубили на носу. Псалом 44, 8. «Ты, Иисус Христос, возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя Отец Твой, Божий, Бог Твой елеем радости, боли соучастников Твоих». Мы знаем, что беззаконие – это генетическая программа павшего херувима. Поэтому возненавидеть беззаконие возможно только в нечестивых и вместе с нечестивыми. Опять, беззаконие возможно возненавидеть непросто, потому что беззаконие, как мы слышали, программа, сейчас очень, вот в воздухе сейчас масса программ компьютерных летает. Мы даже об этом не знаем. Масса информации. Сейчас здесь и CNN, и BBC, и русские каналы, и всякая чушь, все, и хорошие вещи, все летает в воздухе. Мы просто об этом не знаем. Просто необходимо поставить компьютер и подключиться к нему. И мы узнаем, что здесь находится. Поэтому ненавидеть беззаконие невозможно абстрактно. Вот посмотрите, как Давид написал в Псалом 25, 4, 7. «Не сидел я с людьми в живоми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборища злономерных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки, и обходить жертвенник Твой Господи, чтобы возвещать глазом хвалы и поведать все чудеса Твои». То есть мы видим, что здесь Давид был прекрасно научен и имел прекрасные знания, что такое правда Божия. То есть правильный человек следует определять и испытывать, когда он не только представляет свидетельство своего рождения, но когда у него есть дела правды. И первое дело правды – это возненавидеть беззаконие. Как возненавидеть? Конкретизировать. Как возненавидеть? «О, я ненавижу беззаконие, ненавижу грех». Грех, он находится… Это не программа, это конкретная, будем говорить, личность нечестивого. Под этой личностью подразумевается, разумеется, дьявол и его представители. И второй аспект, мы должны знать, что святость Бога в делах правды всегда выражает себя в братолюбии. Обязательно. У святого человека должна быть любовь. Если у него есть ненависть к нечестию, которая находится в нечестивых, у него второй аспект, который мы зарубили на своем носу, это всегда выражать свою любовь к святым. И она выражает себя в братолюбии. 1 Иоанна, 3 глава, 10 стих. «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякие, делающие правды, не есть от Бога, равны нелюбящие брата своего». Или уже можно перефразировать. «Всякие, делающие правду, есть от Бога, равны и любящие брата своего». То есть, что такое делать правду? В первом аспекте мы говорили, это возненавидеть беззаконие, не просто абстрактное, а в нечестивых, то есть в сатане, в его делах, в его смерти, в его болезнях, в нечестивых людях. И также второе. Полюбить Бога в чем? Во святых, в детях Божьих. И понять, что я в них нуждаюсь больше, чем они нуждаются во мне. Потому что для того, чтобы мне родить те обетования, которые у меня есть, я должен прийти к пониманию своей жизни, что я нуждаюсь во святых больше, чем они нуждаются во мне. Иначе обетования умрут. Таким образом, святость Бога в делах правды определяется по фактору того, насколько человек разумеет границы святости и как он стоит на страже этих границ или же какими делами правды защищает он границы святости. То есть вот это потому, как мы определяем праведного человека. Он должен быть хорошим пограничником. Он должен знать границы святости, должен защищать границы святости. Хорошо. Второй аспект. Второй аспект праведного человека следует определять и испытывать по наличию в его сердце закона благодати, но который воцарился в его сердце. Не просто закона благодати, а закона благодати, который воцарился в его сердце через праведность к жизни вечной Иисусом Христом. Римлянам 5, 21. «Дабы, как грех царствовал к смерти, эта благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим». Таким образом, исходя из этого других мест, следует, что благодать Божия воцаряется в сердце человека не в тот момент, когда человек принимает оправдание в разбитых схожалих человека, в тот момент, когда человек посредством уже имеющегося у него оправдания, позволит благодати Божией воцариться в своем сердце, чтобы творить правду Божию. Обязательно. Праведность человека следует определять не тогда, когда он говорит, благодарю тебя, Господь, я праведный, а когда вот эта праведность, о которой он заявляет и благодарит, она воцарилась. Когда она воцарилась, когда она сидит на престоле и на ее голове венец. Вот посмотрите, Откровение 22, 11, 12. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернется, а вот праведный дотворит правду еще, и святой досвещается еще. Сегриду скорой возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Из этого повеления следует, что если человек, приняв оправдание о Божьей благодати, не даст возможность этой благодати воцариться в своем сердце посредством имеющегося уже у него оправдания, то все последующие дела человека, какими благими они в глазах его не казались, будут квалифицированы как нечистота и скверно. Вот такое заключение, что праведность, которую мы получаем, или же благодать, которую мы получаем, она должна воцариться через правду, через оправдание, через праведность. Еще раз. Благодать, как здесь написано, которую мы получили, она не у всех святых воцарилась. Она у некоторых святых находится в рабском положении, в грязном, в пренебрежении. Но, разумеется, долго так не будет. Она не может быть долго так. И для того, чтобы определить правильного человека, то вот эта благодать, которая в нем есть, она должна воцариться, она должна сесть на престол, но это будет только посредством правды Божьей. Как правда станет оправданием, оправдание сделает меня праведником, и праведник творит праведность, дела правды. Вот эти все четыре компонента, когда в своей последовательности есть в моем сердце, это говорит о том, что благодать, которая была принята мною, она воцарилась в моем сердце. И также важно заметить, что царство благодати находится в сердце такого человека, который не боится поношения от людей и не страшится их засловия. Очень важно. Я могу сказать, святые, у меня все это есть. У меня благодать воцарилась. Хорошо. Мы очень рады. Хорошо. Давай снова зайдем с другой стороны и посмотрим на эту гору и вершину. И принцип с другой стороны, чтобы не обманываться, чтобы не обманывать самого себя. Что царство благодати определяется тогда, когда я не боюсь поношения от людей и не страшусь их засловия, не исхожу от их мнений. О, а что он сказал? А как вы думаете, какую вы оценку мне дадите? Все. У человека, может быть, есть благодать, но она не чувствует себя царицей. Когда благодать чувствует себя царицей, мне все равно, какие там поношения от людей, они не страшат, меняйте все засловия. Исайя 51, 7, 8. Послушайте меня, знающие правду, народу которого в сердце закон мой. Не бойтесь поношения от людей и злословия их не страшитесь, ибо как одежду съест их моль и как волну съест их червь, а правда моя пребудет во веки спасение мое в роды родов. И так он говорит, не бойтесь поношения, если в вашем сердце воцарилась благодать через правду Божию. Поэтому правда Божия, пребывающая в сердце человека, в содержании разбитых скрижалей завета, призвана определяться в человеке по фактору благодати, воцаренной в его сердце, через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. То есть я читаю эти конспекты, разумею, что эти конспекты доступны, их можно будет всегда прочитать еще раз. То есть очень богатые предложения. Далее. Праведного человека следует определять и испытывать по наличию промышлений правды в его сердце, не просто мыслей, а праведного человека следует определять, когда у него есть целая промышленность правды Божьей в разуме. Не просто у меня есть определенные мыслишки, у меня есть откровения, сейчас подумаю, да, рассуждаю. Нет. Праведный человек, у которого в сердце и в голове целая фабрика, промышленность правды Божьей, потому что она производит очень много. Притча 12.5. Промышление, не помышление, а промышленение, промышленность праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварства. Итак, промышление праведных – это их промысел, их намерение, цели, мотивы и их замыслы. Псалом 118, 48, 52. Руки мою буду простирать к запобедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Мы видим, здесь каким образом начинает работать вся промышленность в одном человеке по имени Давид. у него там заводы были, промышленности. Это был сильный человек, который, как мы знаем, обладал властью, он очень большой геополитикой всего мира. И Писание говорит, если хочешь такой властью обладать, пожалуйста, простирай руки своих запобедям Божьим, возлюби их и размышляй об уставах Божьих. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, и на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего, вспоминал суды Твои. Мы говорим о промышленности Твоей, Господи, от века и утешался». Итак, промышление о праведных исходит из откровений у Рима, то есть из откровений Святого Духа, основанных на пребывающем в их сердце Тумими. То есть откровение у Рима не может, если в сердце не будет Тумим. Человек же размышляющий и мыслящий о земном, у которого также есть развитая промышленность, как это было у Херуима Осеняющего, он тоже занимался неправильной торговлей. Это не было просто мыслишка, которая вошла в его. Нет. Чем определяется нечестивый? Это не просто мыслишка. Это мыслишка была положена в этого нечестивца лет 15 назад, и он с ней не боролся. И он ее вынашивал. И когда мыслишка становятся целым производством, целой промышленностью, целой отраслью в нашей голове, вы думаете, такого человека легко обновлять покаянием? Да никогда. Все его заводы, все его умышления, все его действия, все его намерения, все его цели рассчитаны только на одно, чтобы обеспечивать промышленность сатаны. Поэтому все, что исходит от плоти в плане служения Богу, каким бы в глазах человека ни казалось оно разумным, добродетельным, привлекательным, расценивается Писанием, как коварство, коварная промышленность. Когда человек следует религиозным побуждениям плоти, то он выдает желание своей плоти за волю Божью. Вот почему такое действие инкриминируется человеку коварством, коварной промышленностью. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, на основе разбитых скрижалей завета, призвана определяться в человеке по фактору его мышления о том, вот я начинаю отработать промышленность Бога, кем для меня является Бог, что сделал для меня Бог в разбитых скрижалях. В то время как коварные замыслы нечестивых определяются в человеке по фактору его мышления не о Боге, а о самом себе. То есть он думает только о себе, он говорит о себе. Все будет касаться, где он должен обязательно затронуть самого себя. То есть когда такое случается, мы должны понимать, что у человека начинает работать промышленность. Это не просто мы слишком, это целая промышленность и индустрия в голове и сердце человека. Далее. Правильного человека следует определять и испытывать по наличию полученной им способности от пребывающего в нем то мимо слышать и слушать в своем духе премудрость Божию в откровении у Рима. То есть правильный человек, это который слышит и слушается в своем духе премудрости Божьей. Можно слышать, но не слушаться. Мы об этом не говорим. Мы говорим, как определить и вычислить правильного человека. Это человек, который может слышать и слушаться, повиноваться Духу Святому. Притча 8.6. Слушайте, потому что я буду говорить важное изречение уст моих правдам. Поэтому все, что изрекает премудрость Божия в нашем духе в откровении у Рима, представляющего в нашем духе господство Святого Духа, призвано испытываться и определяться обязательно по характеристикам правды, которые отвечают требованиям писания, то есть Тумима. То есть, если я говорю, что у меня есть Арим и Тумим, то его можно определить по характеристикам Тумима. Тумим поможет определить, что это за Урим у меня, что это за откровение Святого Духа у меня. И если человек незнаком в своем сердце с характеристиками правды, он никогда не сможет слышать Святого Духа, и Святой Дух никогда не сможет слушать Его. Почему? Потому что Дух Святой не хочет, чтобы его путали с дьяволом. Почему? Потому что, когда Дух Святой говорит, он говорит с такой вершины и говорит так, что человек говорит, что отойдет от меня сатана. А когда сатана подходит, лжец коварный И начинает говорить, мы говорим, Дух Святой мне сказал. Такое было посещение, такая теплота, такое общение. Когда смотришь, там вообще теплота и общение должно быть не должно у этого человека. Ну, теплота и общение, он мне такое сказал. И вроде бы тепленькое сказал, вроде бы неплохо звучит. Но человек начинает сразу превращаться в оборотня религиозного. Он над меня смотрит на святых, начинает видеть пороки. О, а почему сестричка так оделась? Поправлять, юбочку опускать или что-то натягивать. Почему? Почему это происходит? Это происходит по той причине, потому что урим надо проверять по наличию тумима. Исход 31.6. И вот я в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все то, что я повелел тебе. То есть мы здесь видим о том, что мудрость влагается в уже мудрое сердце. То есть здесь два рода мудрости. Первая мудрость представлена в формате тумима, учения. И другая мудрость в формате урима. То есть откровение свыше. И эти две мудрости работают вместе. Поэтому Бог здесь, как мы видим, никогда не ложит свое откровение в сердце, в котором нету Слова Божия. Потому что если даже правильное откровение, оно будет интерпретировано неправильным человеком. Иногда Бог дает откровение человеку, но он интерпретирует так, как он хочет. Почему? У него нету тумима, у него нету учения. Правильное откровение, но он неправильно интерпретировал его. Поэтому человек, обладающий мудрым сердцем, который способен слышать откровения при мудрости, представляющие Святого Духа в нашем сердце, возможно только в том случае, когда Дух Святой является Господином в сердце человека. Господом и Господином в сердце человека. Когда он является Господином и Господом, то, разумеется, в такое сердце он может вкладывать свое откровение. А для этой цели, для того, чтобы он был Господом и Господином, мы знаем, что необходимо умереть для своего народа, для своего дома, для своих отслевающих желаний. То есть как Ревека, она что? Елизер стал для нее Господином. То есть она пошла вместе с ним, ей надо было нечто оставить. В то время как ее брат, ее семья, ее отец, они приняли его как гостя. И мы видим, что им ничего не надо было оставлять. Таким образом, правда Божия, пребывающая в сердце человека, как доказательство разбитых сражений завета, признана определяться в человеке по фактору его способности слышать в своем сердце голос откровения у Рима в лице Святого Духа, которого мы приняли как Господа и Господина в своей жизни. Это очень важный аспект. Ну и последнее, святые, мы будем молиться. Правильного человека следует определять и испытывать по наличию правды, наследовать блаженство, в котором все его беззакония прощены и грехи покрыты, и в котором Бог не вменяет человеку греха. Это блаженное состояние. Римлянам 4, 6, 8. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменит праведность независимо от дел. Блажен, и чьи беззакония прощены, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Бог не вменяет греха тогда, когда он вменяет праведность. А как он вменяет праведность? Вот все то, что мы выше говорили, это вот тогда он и вменяет праведность. Поэтому блаженство – это состояние и атмосфера, в границах которой человек получает возможность пребывать в Боди. Приняв в свое сердце блаженство в лице Иисуса Христа, в котором Бог не вменяет нам греха, означает взять на себя ответственность, представлять интересы Иисуса Христа перед небом, миром и преисподней. Это то, что мы будем делать в нашей молитве. Аминь. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за законное и юридическое право находиться перед Твоим святым лицом на основании крови Завета. Мы благодарим Тебя за кровь, Сына Твоего Иисуса Христа, которая была пролита за нас. Мы благодарим Тебя за Иисуса Христа, который стал правдой для нас. И когда эта правда была разбита ради нас. Мы молим Тебя, Господь, чтобы ту благодать, которую мы получили даром, чтобы мы могли воцарить ее в своей жизни, через наличие правды в нашем сердце. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя за правду в лице Иисуса Христа в нашем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы оправданы независимо от дел. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты сегодня вменяешь нам праведность и не вменяешь нам грехи. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты не только не вменял греха, но чтобы Ты обязательно вменил нам праведность, чтобы Ты мог рассматривать нас в этой правде, в Иисусе Христе. Потому что грехи останутся на нас. Потому что беззакония останутся на нас. Если Ты не вменяешь нам праведность, мы знаем беззаконных и нечестивых людей, которые бросили трецы серебряников в храме и раскаялись сердце своем. Но Ты им не вменил праведности. А раз Ты им не вменил праведности, значит, Ты им вменил грехи и не простил. Мы видим, Господь, что недостаточно просто сказать «Каюсь, прости». Мы должны, во-первых, расположить Твою правду на прощение. Мы должны, согласно Писанию, Господь, расположить правду в Твоем святом лице, расположить, простить нас. А для этого, Господь, мы приходим к Тебе с раскрытым сердцем. Мы не ищем оправдания. Но мы ищем, Господь, Твоей правды и Твоего суда. Мы заходим, Господь, в Твое святое присутствие, понимая великую ответственность. И мы знаем, Господь, что у нас могут быть беззакония. И мы знаем, что Ты можешь нам не вменять наши беззакония. Позволь нам, Господь, сегодня слышать о Твоей правде. Позволь нам еще больше и глубже слышать о Твоей правде. И мы благодарим Тебе, Господь, что Ты сегодня продолжаешь. И Ты сегодня остановил свой стан для того, чтобы утвердить нас в Твоей правде. Потому что правда это наше юридическое право на праведность. Потому что правда представлена нам в лице Твоем, Господь. И мы не будем обладать право на оправдание. Мы не будем обладать правом называться праведниками и творить дела правды, если мы не найдем в себя и в себе правду в лице Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты поместил сегодня нас в Господа Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою милость. Мы радуемся, Господь, о Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Христос победил. И мы сегодня соединяемся вместе с Ним в Его победе И мы благодарим Тебя, Господь, за право сегодня вкушать от древа жизни Мы благодарим Тебя, Господь, за право насыщаться Твоей жизнью, Твоим воскресением Посмотри, Господь, на наследие Своё Посмотри, Господь, на всех тех, которые сегодня нуждаются в Твоём божественном исцелении Посмотри, Господь, у них есть Твоё основание Они вошли с Тобой через Твои жемчужные ворота Они входят в Твоё божественное присутствие с хвалой и славословием на своих устах И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты позволил им облечься в Твоё воскресенье Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты восстановил их тела Мы не просим, Господь, исцеления ради исцеления Мы молим Тебя, Господь, чтобы Твоё исцеление было нам даровано в этой обновленной жизни Позволь нам, Господь, облечься в нашего нового человека в праведности и святости истины. Позволь, Господь, Твоему наследию облечься. А для этого, Господь, мы сегодня совлеклись уже святого человека с его делами. Сегодня, Господь, мы обновляемся духом своего ума. И мы верим, Господь, что вскоре Ты позволишь нам облечься в нового человека. Ты позволишь, Господь, потому что Слово Твое говорит, что было дано ей облечься весом чистый и светлый. Это не брует просто чистота. Это будет святая, светлая чистота. Это будет святая и светлая чистота тех святых, которым Бог не вменил их беззаконий, потому что вменил им праведность. Поэтому позволь нам, Господь, сегодня расположить Твое сердце как Бога правды. Ты, Господь, наша правда. И мы хотим, Господь, найти милость в Твоем лице, в Твоих глазах. Мы сегодня, Господь, не исходим на то, что происходит вокруг. Мы сегодня не обращаем нашего внимания на то поношение, которое идет на Твою церковь, на Твоих помазанников. Мы сегодня, Господь, продолжаем держать лицо Своё как ремень, потому что, Господь, для нас самое главное не как смотрят они, не как смотрят мир, не как смотрят беззаконные, а как смотришь на нас Ты. И мы, Господь, хотим сегодня представлять Твои интересы на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за то великое блаженство, которое Ты нам позволишь испытать в это последнее время. Мы молим Тебя, Господь, позволь нам, позволь нам испытать блаженство, находясь в Боге и с Богом. Мы продолжаем, Господь, искать Твое святое лицо. Мы продолжаем, Господь, сегодня утверждать Твои истины. И мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты не оставил нас сиротами. Ты дал нам, Отец, Сына Твоего Иисуса Христа. Ты дал нам Духа Святого. Ты дал нам Слово Божие. Ты дал нам Твоих посланников. Ты дал нам, Господь, Церковь. И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою заботу, которой Ты заботишься о нас, приготовливая нас к встрече с Тобою. Мы хотим Тебя, Господь, поблагодарить за те откровения, за те истины, которые мы слышим. И мы молим Тебя, чтобы Твой помазанник Божий, которому Ты позволил сегодня открыть Твою правду Божию для Твоего наследия. И Ты позволил Ему сегодня сделать это по той причине, потому что наследие Твое готово принимать эти истины. Мы благодарим Тебя, Господь. И я благодарю Тебя, Господь, за Твою церковь, за Твоих святых, которые готовы сегодня слышать, принимать и сохранять эти драгоценные истины в Своем сердце. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты наполнил Твой святильник Твоим божественным елеем, Твоим откровением, Той истиной, Той святой и безупречной истиной, которая сможет нас приготовить ко встрече с Тобою. Мы благодарим Тебя, Господь, за наших святых, которым Ты благословил это служение. Мы благодарим Тебя за брата Аркадия и сестру Тамару. Ты сказал, что только непорочные в пути могут служить Тебе, и Ты позволил им служить нам. И Ты позволил, Господь, также и нам служить и им, тем дарованиям и талантам, тем умениям и успехам и тем благословениям, которым Ты уже нас облагодетельствовал в Иисусе Христе. Позволь нам, Господь, служить также друг другу тем даром, который мы получили. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы можем слышать Твои истины утверждать их. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал церкви насаждающего и Ты дал церкви Твоих поливающих. Позволь нам, Господь, сегодня проглашать Твою истину, потому что паства без хороших псов, оно привлекает хороших волков. Я молю Тебя, Господь, дай Твоей церкви, Твоей пастве верных псов. верных помощников пасты, которых бы боялись волки. Потому что достаточно, Господь, достаточно терзали Твою церковь, угнетали Твою церковь, позорили Твою церковь, пожирали Твою церковь. Достаточно, Господь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты восстал во славе Своей. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты явил Свой суд и Свою правду. Мы призываем Тебя, Господь. И Тебя сказал, что прежде, нежели Ты придешь в этот мир судить Его, Ты придешь с судом и с правдой в Твою церковь. Мы призываем, Господь, Твою правду и Твой суд в Твою божественную церковь. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты благословил Своим присутствием Твоих детей, Твое наследие. И мы молим, чтобы Ты излил Свой гнев и Своё возмездие на нечестивых. Потому что имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат. Да будет, Господь, их трапеза сетью для них и петлею возмездия им. Да не увидят глазами своими и да не услышат ушами своими. И хребет их так будет согбен навсегда на веке. Мы призываем, Господь, Твою правду и Твой суд. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты дал крылья тем откровением и тем истинам, которые мы можем сегодня слышать в нашем служении. И мы молим, чтобы были разрушены все стены и все преграды, в каких бы формах и в каких бы лицах они не стояли. Мы призываем, Господь, Твою святую разрушительную силу. Мы уповаем, Господь, на Тебя. И да будет отверсто дверь для благовестия о Царстве Небесном. Да будет, Господь, благословенно перед лицом церковь Твоя. Мы молим Тебя, также, Господь, и за ту страну, в которой мы живем, чтобы Ты позволил нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Ты хочешь, чтобы люди спаслись и обязательно достигли полного познания истины. И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы пребываем в спасении и познаем Твою истину. И мы видим, что, Господь, Твое слово сбылось. И мы благодарим Тебя, Господь, за эту привилегию. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты мог направить сердца или же сердца лидера нашей страны в том направлении, в котором Ты его видишь, чтобы Ты мог сделать через него то, что находится в Твоих божественных планах. И мы молим Тебя, чтобы все те преграды, которые будут стоять перед Твоими божественными планами, они были разрушены. Мы знаем, Господь, что Ты есть Бог всемогущий, всесильный. И Ты можешь сделать все одним Своим жестом. Но Ты этого не хочешь делать до тех пор, пока Ты не увидишь смиренную церковь перед Твоим лицом, которая скажет о том, что Ты имеешь полное и законное право на эту землю. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты имеешь полное и законное право не только на эту страну. Отец, Ты имеешь полное и законное право на эту землю. И поэтому мы молим Тебя, Господь, покажи себя сильным и приди в правде и в суде. мы благодарим тебя Господь за эту милость и мы приготовим свое сердце для слышания твоего слова и твоего откровения которое ты Господь приготовил для нас и благословляем и прославляем твое святое имя, имя Бога Отца и Сына Святого Духа, аминь Отче наш, сущий на небесах да святится имя Твое да придет царствие Твое да будет воля Твоя и на земле как и на небе хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас в искушение но избавь нас от лукавого ибо Твое есть царство и сила и слава веке аминь закончим нашу неизменную манифестацию могущему же от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости единому премудрому Богу спасителю нашему через Иисуса Христа Господа нашего слава и величие сила и власть прежде всех веков ныне и во все веки аминь сила и власть и власть и власть и власть не власть и власть подсолнечной